Площадь Лужеснянских садов под Витебском почти 25 гектаров. Сорта от ранних до поздних зимних, а леса Иман Заславская – большая часть отечественной селекции. Некапризные выходы на протяжении сезона, да и урожай дают впечатляющий. Сорванные плоды на месте сортируют по ящикам. Товарный вид пойдет на хранение, поврежденное сразу же на переработку. Ежедневные сады вывозят по 10-12 тонн яблок. Плечо в уборке фруктов подставили и студенты. Сегодня сбором занимается более 160 человек. Есть, безусловно, и лидеры в этой уборочной страде. Интересно, нравится. Если погода позволяет, то учащиеся имеют возможность даже заработать неплохие денежные средства. Я считаю, что это хороший такой практический навык для будущих выпускников, которые планируют работать в сфере сельского хозяйства. По три тонны на группу собираем яблоко. Яблоки хорошие. В этом году с урожаем проблем нет. Урожай намного больше, чем в прошлом году. В этом году можно с одного дерева собрать минимум 4 ведра. Яблоки большие, очень вкусные. То есть, очень все легко собирается. Трофим Игнатьев, будущий техник-механик, обучается в городокском аграрно-техническом колледже на первом курсе. Живет в Витебске. Масштабы таких садов еще не видел. Яблочная уборочная для него первая, но уже успел выбиться в передовики. Все собирают хорошо яблоки. Остаются просто пустые деревья. И тут очень классно. Да не, не сложно. Мы просто собираем, а если которые не можем достать, мы просто трясем дерево. Уже заготовлено более 100 тонн яблока. Урожай собран всего лишь в третьей части фруктовых садов. Хотя в прошлом году трехзначная цифра была чуть ли не предельной. О хорошем урожае 2022 хлопотали еще с ранней весны, соблюдая агротехнические подходы. Ориентировочно около 400 тонн яблока мы должны получить. Нам доведено государству 200 тонн яблока положить на стаб фонда, для того, чтобы обеспечить город и область своими плодами. А это социальное учреждение и торговая сеть. И часть хранилища уже заполнена. Здесь свежий продукт будет в состоянии сна до марта. Температура в 4-5 градусов и влажность 96% обеспечат качественную сохранность яблок. Причем без какой-либо обработки, что и отличает отечественный продукт от импортных аналогов. Эти молодые деревья – сады будущего. Начало положенное. Первые три гектара высадили год назад по новой технологии. Каждая яблоня будет поливаться индивидуально, что позволит получать высокий урожай. В ближайшие годы ноу-хау распространят на всей территории Лужеснянского сада. Уже определились и с сортами белорусская селекция, которая пользуется спросом у потребителей. Виктор Пралич и Олег Черняк, телекомпания СТВ, Витебская область.